Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмик» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены? Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабаулу Кажамкула прошел чемпионат Кыргызской республики по греко-римской борьбе. И сегодня мы вам покажем финальные схватки этих соревнований. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». «Спортплощадка» 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 Итак, во дворце спорта имени Кабаулу Казанкулу прошел чемпионат Городецкой Республики по греко-римской борьбе. На ваших экранах финальная схватка в весовой категории до 55 кг. Здесь встретились Кулшигит Уулу Акайкатон в красном трико и в синем трико Камилжан Уулу Азамат. Акайкат представляет команду Республиканского спортивного колледжа имени Ширилы Садыкова и город Талас. Он является бронзовым призером первенства Кыргызстана среди кадетов 2017 года, чемпион Кыргызской Республики среди кадетов 2018 года. Ну вот мы видим атаку в исполнении Акайката и довольно уверенно он выигрывает эту схватку со счетом 8-0. Кстати, Акайкат в прошлом году стал бронзовым призером первенства мира среди юниоров и оказался единственным борцом греко-римского стиля, которому удалось на первенстве мира завоевать медаль. Итак, победа Кулджигит Уулу Акайката и он становится чемпионом в категории до 55 килограмм. Бронзовыми призерами в этом весе стали Мурадбекуулулан и Бейшенбекуулултаалайбек. Ну а мы с вами смотрим уже следующую весовую категорию. Финальная схватка весит до 60 килограмм. Здесь встретились Балбай Дардоков, он в красном трико, и в синим трико Нурмухамед Абдулаев. Балбай представляет город Джалабад, является бронзовым призером первенства мира 2012 года среди кадетов, чемпион Кыргызстана 2018 года, бронзовый призер чемпионата страны 2019 и 2021 годов. В 2020 году Балбай Дардоков был серебряным призером чемпионата Кыргызстана. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Алтынбека Салаева. Соперник Балбая Нурмухамед Абдулаев представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта и школу Радбека Санатбаева. Итак, за пассивность был наказан Нурмухамед Абдулаев. Ставится он в партер. Один балл записали в актив Балбая Дардокова и у него есть возможность провести результативную атаку. Попытался накатить своего соперника. Балбай Дардоков не получается. Хорошо стоит в партере Нурмухамед Абдулаев и таким образом не удалось в красном треку провести результативную атаку. Счет по-прежнему 1-0 в пользу Балбая Дардокова и 20 секунд до окончания первого периода. Нурмухамед Абдулаев является серебряным призером первенства Кыргызстана 2018 года среди кадетов. Серебряный призер первенства Кыргызской республики 2019 года среди юниоров. На первенстве мира 2019 года среди юниоров занял пятое место. Итак, вторые три минуты финальной схватки в весовой категории до 60 килограмм. После первого периода счет 1-0 в пользу Балбая Дардокова. И, как мы видим, Нурмухамед Абдулаев работает первым номером. Чтобы вновь, так сказать, его не поставили в партер и теперь у Нурмухамеда есть возможность провести результативную атаку. Счет 1-1. Ну и еще можно отметить, что Нурмухамед Абдулаев является бронзовым призером чемпионата Азии 2021 года. Удалось Нурмухамеду заработать 2 балла. Таким образом, счет стал 3-1 в пользу Нурмухамеда. Тренируется он под руководством Нуржигита Ташболотова. Ну и, кстати, новые правила, новые изменения у нас в правилах в борьбе. Так, теперь при счете 1-1. Ну вот, мы видим, наказом был Балбай Дардоков. Двумя баллами не согласились они с этим. Выкинули Челлендж и в итоге проиграли. Таким образом, счет стал 6-1. Ну а здесь вновь не по правилам действовал Балбай Дардоков. Давайте еще раз посмотрим этот момент. С помощью ноги он провел этот прием. Но здесь не был он наказан. Просто сделали ему замечание, чтобы не задействовал ноги во время приемов. Так как это не вольная, а греко-римская борьба. Ну так вот, если раньше при счете 1-1 победу в схватке одерживал по истечении времени схватки, победу одерживал тот, кто последним ставился в партер, то по новым правилам побеждать будет тот, кто балл заработал в первом периоде. Итак, завершена у нас схватка весовой категории до 60 килограмм. Еще раз смотрим момент, когда 2 балла заработал Нур-Мухаммед Абдулаев и в итоге он становится победителем этой встречи и завоевывает звание чемпиона страны. Ну а бронзовыми призерами в весе до 60 килограмм стали Акел Сулайманов РСК и Абдукерин Уулу Путубек спортшколы Ленинского района. Следующая весовая категория до 63 килограмм вес встретились Канабек Уулу Эрмек. Он в красном трико и в синим трико Тенар Шаршенбеков. Эрмек представляет команду Республиканского спортивного колледжа, является балансовым призером первенства Кыргызстана 2019 года среди юниоров, серебряный призер чемпионата страны 2021 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Радбека Мамбетова. Итак, у Эрмека есть возможность провести результативную атаку, но пока, как мы видим, не может он не накатить, не вытащить своего соперника. Хорошо стоит в партере Тенар Шаршенбеков. Ну и вот здесь также не было оценено никак это действие. По-прежнему счет 1-0. Тенар Шаршенбеков представляет Школу Радбека Сарабаева. Он является бронзовым призером международного турнира среди кадетов памяти Бориса Гуревича 2014 года, чемпион Кыргызстана 2017 года среди юниоров. Бронзовый призер первенства Азии среди юниоров 2017 года. Делает рефери на ковре замечания Эрмеку и схватка продолжается в стойке. Также Тенар Шаршенбеков является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2018 года. Бронзовый призер чемпионата страны 2019 года. Второй период мы уже с вами смотрим. Финальной схватки в категории до 63 килограмм. Ну, заканчивая рассказ о Тенаре Шаршенбекове, могу отметить, что он является также победителем международного турнира памяти Радбека Санатбаева 2019 года, чемпионом Кыргызстана 2020 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Шухрата Ушурова. Итак, 1-1 счет и у Тенара есть возможность провести результативную атаку. Пока обороняется Эрмек, но все-таки удалось Тенару провести прием. Заработал он 2 балла и пытается положить на куше своего соперника. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Ченебек Уууу Равшан и Самат Ууууу Ануна. Ну, вот мы видели, куше уже было. Выждал немного рефери на ковре, но руководитель ковра показал, что было уже куше. И таким образом Тенар Шаршенбеков становится победителем этой схватки и завоевывает звание чемпиона Кыргызской республики 2022 года. Следующая весовая категория до 67 килограмм здесь встретились Марлен Асикеев в красном трико и в синим трико Эльди Арсатара. Марлен представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта. Чемпион Кыргызской республики среди кадетов 2017 года. Серебряный призер чемпионата Кыргызстана 2019 года. Чемпион Кыргызской республики 2020 года. Чемпион Кыргызстана 2021 года. Тренируется Марлен Асикеев под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Мейрамбека Ахметова. Соперник Марлена Эльди Арсатаров представляет спортшколу Ленинского района Республиканский спортивный колледж имени Шаровой Садыкова. Итак, за пассивность наказан Эльди Арсатаров и у Марлена Асикеева есть возможность провести результативную атаку. Но, как мы видим, пока ему не удается вытащить своего соперника, хорошо обороняется Эльди Ар. И в итоге не удалось Марлену Асикееву провести результативный прием. По-прежнему счет 1-0 в его пользу. Но здесь уже за ногу Марлен Асикеев прихватил Эльдиара. Ну, сделали ему замечание, но баллом штрафным наказывать не стали. Эльди Арсатаров является чемпионом Кыргызстана среди юниоров 2018 года. Бронзовый призер первенства Азии среди юниоров 2018 года. Бронзовый призер чемпионата страны 2020 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Радбека Мамбетова. Итак, близится у нас к завершению первой период финальной схватки в категории до 67 килограмм. И вторые 3 минуты мы с вами смотрим. 1-0 ведет Марлен Асикеев. Ну и пытается вновь Марлен работать первым номером. Ну, в принципе, по правилам сейчас, если в первом периоде в партере стоял Эльдиар Сатаров, то во втором периоде, конечно же, в партер должны поставить его соперника. В данном случае Марлена Асикеева. Несмотря на то, что вроде бы Марлен Асикеев работает первым номером. Ну, тем не менее, второму борцу также нужно давать шанс. Итак, 1-1. И у Эльдиара Сатарова есть возможность провести результативную атаку. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этой весовой категории до 67 килограмм стали Сеймак Махмудов, Республиканский спортивный колледж, и Халмурат Ибрагинов, школа Радбека Санадбаева. Не удается Эльдиару провести прием. 1-1 в счет. И схватка продолжается в стойке. Ну, так вот, как я уже сказал, если раньше при таком счете победу в схватке одерживал борец, который вторым имел возможность провести прием в партере в положении сверху, то теперь по новым правилам выигрывать в этом случае будет боец, который в первом периоде получил 1 балл. Но это сделано для того, чтобы схватки проходили более зрелищно. Итак, атака в исполнении Марлена Осикеева. Зарабатывает он 2 балла. Таким образом, счет становится 3-1 в пользу Марлена. И буквально вот 10 секунд остается до окончания этой схватки. Ну, и как вы знаете, если второй раз в одном периоде ставится, вот во втором периоде ставится борец в партер, то там очков дополнительных нет. Итак, завершена у нас схватка в категории до 67 килограмм, и чемпионом страны становится Марлен Осикеев. Следующая весовая категория до 72 килограмм. Здесь встретились Аделхан Нурланбеков, он в красном трико, и в седем трико Бекка Нурбаев. Аделхан представляет команду Республиканского спортивного колледжа имени Шерлова Садыкова, является чемпионом Кыргызстана среди юниоров 2021 года, бронзовый призер первых игр в стран СНГ 2021 года, тренируется под руководством Артыка Желчубекова. В принципе, еще довольно молодой спортсмен. Его соперник немного постарше, Бекка Нурбаев, представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта, спортшколу Ленинского района. И вот есть возможность у Бека Нурбаева провести результативную атаку. Бекка является серебряным призером международного турнира среди юниоров в памяти заслуженного мастера спорта СССР Шамиля Серикова 2015 года. Этот турнир проводится в городе Алматы. Ну а мы видели, что Бекк заработал 2 балла и таким образом ведет в этой схватке со счетом 3-0. Также Бекка Нурбаев является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2017 года, серебряным призером чемпионата страны 2018 года. В 2019 году стал бронзовым призером международного турнира памяти Радбека Санатбаева. В прошлом году Бекка Нурбаев стал серебряным призером чемпионата Кыргызстана, уступив в финале Шухрату Сайтазимову. Ну и сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Сатымкул, Оулу и Гелик и Суймани и Крамов. Итак, завершен у нас первый период, со счетом 3-0 ведет Бекка Нурбаев. И давайте еще раз посмотрим результативную атаку в исполнении борца в синем треку. Здесь 2 балла он заработал и вторые 3 минуты финальной схватки в категории до 72 килограмм. Ну, как любители спорта знают, в этой весовой категории ранее нашу страну представлял Руслан Царев, чемпион Азии. Ну, видимо, к этим стартам, к этому чемпионату он не подошел. И вот таким образом молодые ребята у нас боролись в этой весовой категории. Ну, в принципе, не только в этой весовой категории боролись молодые ребята, практически везде. Потому что лидеры нашей сборной были освобождены от чемпионата Кыргызстана, дали им отдохнуть, не участвовали в соревнованиях Жаламан Шаршинбеков, Саджоу Махмудов, Атабек Азизбеков отдыхали они. Ну, таким образом вот молодежи дали шанс побороться на чемпионате Кыргызстана. Ну, и к тому же чемпионы страны примут участие в чемпионате Азии, который пройдет в Монголии. И, конечно же, это хороший шанс для молодых борцов, чтобы показать, на что они способны уже на международных соревнованиях. Так как, я уже сказал, чемпионы Кыргызстана примут участие в чемпионате Азии. Итак, теперь в положении сверху Адилхан Мобланбеков. И есть у него возможность провести результативный прием, пока он проигрывает со счетом 1-3. Удалось ему вытащить своего соперника и бросает он Бека Канурбаева на 2 балла. Таким образом, счет становится 3-3. И время схватки подходит к концу. Пытается Бека Канурбаев наести прием. И в итоге Адилхан Мобланбеков одерживает он победу в этой схватке и становится чемпионом Кыргызстана. Следующая весовая категория, до 77 кг, здесь встретились Акалбек Таланбеков, он в красном трико и в синем трико Абдебакир Малдогараев. Вот в отсутствии Акжола Махмудова, который выступает в этой весовой категории, вот эти два парня встретились в финале. Акалбек представляет команду Республиканского спортивного колледжа, дирекции по олимпийским видам спорта и спортшколу Ленинского района. Он является чемпионом Кыргызстана среди кадетов 2016 года, победителем чемпионата Кыргызской республики 2017 года среди кадетов, чемпионом Кыргызстана 2019 года среди юниоров. В 2019 году Акалбек также стал серебряным призером первенства Азии среди юниоров, но в 2021 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате страны. Итак, 1-0 повел Акалбек и у него есть возможность провести результативную атаку за пассивность Абдебакер Молдогараев был наказан, но пока, как мы видим, обороняется Абдебакер Молдогараев и не дает Акалбеку провести результативный прием. Итак, ставятся спортсмены в стойку по-прежнему 1-0 в пользу Акалбека. Абдебакер Молдогараев представляет команду Республиканского спортивного колледжа, спортшколу Ленинского района, является бронзовым призером первенства Кыргызской республики среди юниоров 2021 года. Вот, как вы видите, тоже довольно молодой спортсмен, только в прошлом году еще Абдебакер выступал в соревнованиях среди юниоров. Бронзовыми призерами в этой весовой категории до 77 кг стали Суэнбек Улу Талайбек, школа Радбека Санатбаева и Коктубек Урбаев, школа Радбека Санатбаева Энгек Резерви. Итак, 3-0 счет после первого периода. Давайте еще раз посмотрим. Вот этот момент. Атаковал вроде бы Абдебакер Молдогараев, но контратаковал его Абдебакер Талайбеков и в итоге Абдебакер накрылся и Абдебакер заработал 2 балла. 3-0 счет и второй период финальной схватки весовой категории до 77 кг. Центр Ковра занимает Акалбек Талайбеков, работает первым номером. И Абдебакеру Молдогараеву нужно что-нибудь предпринимать, чтобы как-то переломить ход этой схватки. Чемпионат Каргусской Республики, если говорить в общем о чемпионате, прошел на довольно высоком уровне. Конечно же борьба в настоящее время привлекает очень большое внимание зрителей. Но здесь не выполнил, так сказать, требования Абдебакер Молдогараев должен был лечь прямо на ковер. Но вот раньше времени он двигался и таким образом был наказан двумя штрафными баллами. И схватка продолжается в стойке. 6-0 стал счет в пользу Акалбека Талайбекова. Ну вот еще один прием в исполнении борца в красном фриконе. Таким образом выигрывает воспитанник заслуженного тренера Каргусской Республики Абдебака Молдогара эту схватку. И становится Акалбек чемпионом Каргусской Республики 2022 года. Следующая весовая категория до 82 килограмм. Здесь встретились Калидин Асакеев, он в красном трико и в синим трико Темерлан Бектургеев. Калидин является серебряным призером международного турнира памяти победителя Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Шамиля Серикова. Этот турнир проводится в Казахстане, в городе Алматы. Победитель международного турнира среди юниоров Мартерс Кап 2015 года в Иране. Серебряный призер первенства Кыргызстана 2016 года среди юниоров. Чемпион Кыргызстана 2017 года среди юниоров. В том же 2017 году Калидин стал серебряным призером первенства Азии среди юниоров. Итак, за пассивность наказан Темерлан Бектургеев и есть возможность у Калидина провести результативную атаку. Кстати, Калидина Сакеев в прошлом году, в 2021 году, также стал серебряным призером чемпионата Азии. А на международном турнире в Турции, в их БМР Хамед Каплан, он занял третье место и завоевал бронзовую медаль. Тренируется Калидин Азиикеев под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Мейрамбека Ахметова. Ну вот, вы видели, мне удалось Калидину Азиикееву провести прием в партере. Таким образом, счет по-прежнему 1-0 в его пользу и первый период схватки близится к завершению. В настоящее время, как любители спорта, любители борьбы знают, Федерацию спортивной борьбы Кыргызской республики возглавляет Мелис Турганбаев. Был он избран на этот пост в декабре прошлого года. Ну и вот этот чемпионат страны по вольной греко-римской борьбе прошел, конечно же, на очень высоком уровне. Итак, мы с вами наблюдаем второй период финальной схватки категории до 82 кг. Тимирлан Бектургеев, борец с синей трикой, является бронзовым призером международного турнира памяти заслуженного тренера Российской Федерации Анатолия Кишичкова в Барнауле 2018 года. Бронзовый призер первенства Азии среди юниоров 2018 года. Тренируется Тимирлан под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Шухрата Ушурова. Ну вот здесь провел прием Каллигин Асекеев. Не было согласно сторона Тимирлана с этим приемом. Ну, считали они, что за шею прихватил Каллигин своего соперника, но все было в пределах правил, и таким образом счет стал 4-0 в пользу Каллигина Асекеева. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Максат Бекуэлу Рыскильды и Бексултан Назарбаев. По-прежнему первым номером работает Каллигин Асекеев. В принципе, можно сказать, достаточно хорошо он готов как физически, так и функционально. Пытается Тимирлан Бектургии что-нибудь предпринять, но, в принципе, по-моему, подсел уже немного борец в синем трико. Не удается ему ничего сделать против Каллигина. Ну, и в итоге на этом чемпионате Кыргызстана два Барата стали чемпионами. Марлен Асекеев в категории до 67 килограмм и Каллигин Асекеев в категории до 82 килограмм. Итак, победа Каллигина. Следующая весовая категория до 97 килограммов здесь встретились Узур Джусутбеков в красном трико и в синем трико Аркета Разбеков. Узур уже довольно известный борец не только у нас в стране, но и в мире. Он является неоднократным чемпионом Кыргызстана, чемпионом Азии 2016 года среди юниоров. Бронзовый призер чемпионата Азии 2016 года среди взрослых. Бронзовый призер чемпионата Азии 2018 года. Бронзовый призер 18-х азиатских игр. Ну и в 2019 году, наконец, с третьей попытки Узур Джусутбеков завоевал звание чемпиона Азии. Кроме того, Узур является победителем международного турнира памяти заслуженных борцов и тренеров Украины 2021 года. Напомню, что на том турнире Узур одержал победу над известным борцом из Армении Аликсаньяном. Тренируется Радбек Узур под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Радбека Мамбетова. Аркета Разбеков тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Хакима Махмудова. Ну вот мы видим, в партер был поставлен Аркета Разбеков. Атака в исполнении Узура Джусутбекова и в итоге досрочно он выигрывает эту схватку. Ну а бронзовыми призерами в этом весе стали Арлан Манадбеков и Данияр Шеренбеков. Ну а мы еще раз смотрим атаки в исполнении Узура Джусутбекова, участника Олимпийских игр в Токио. И супертяжелая весовая категория до 130 кг. Здесь встретились Мурат Рамонов и Роман Ким. Оба спортсмена представляют команду дирекции по Олимпийским играм спорта и школу Радбека Санадбаева. В категории до 87 кг финальной схватки не состоялось. Победителем чемпионата стал Мелис Айбеков. На втором месте расположился Азат Саледдинов. А бронзовыми призерами стали Нарту Аддор Ахманов и Айбек Таалайбеков. Ну а мы смотрим решающую схватку в категории до 130 кг. Мурат Рамонов любителем борьбы хорошо известен. Он является бронзовым призером первенства Азии среди юниоров 2008 года. Бронзовый призер чемпионата Азии среди юниоров 2009 года. Чемпион Азии среди юниоров 2010 года. Наказан за пассивность Роман Ким и в атаке Мурат Рамонов. Конечно же очень опытный спортсмен. Уже в течение 10 лет он входит в состав нашей национальной сборной. Итак 7-0 уже счет. Еще один балл нужен Мурату, чтобы досрочно выиграть эту схватку. Но как мы видим не получилось. В итоге 7-0 и схватка продолжается в стойке. В 2014 году Мурат становился серебряным призером чемпионата Азии. А в 2021 он завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии. Участник Олимпийских игр в Риа-де-Жанейро. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызстана Фархата Ушурова. Роман Ким является бронзовым призером первенства Азии среди юниоров 2017 года. Серебряный призер первенства мира среди юниоров 2017 года. Тренируется также под руководством Фархата Ушурова. Так завершенный у нас первый период и мы смотрим результативные атаки в исполнении Мурата Арамонова. Бронзовыми призерами в этом лесе стали Мелес Марков, школа Радбека Санабаева и Бекболот Ашермаматов, город Жалабад. Итак, второй период финальной схватки в категории до 130 килограмм. 7-0 счет в пользу Мурата Арамонова. Конечно же, намного опытней Мурат своего соперника Арамана Кима. Ну и, как мы видим, Араман пытается работать первым номером. И в итоге это ему удается. Один балл он доработал. 7-1 становится счет. Но вот из партера мы видели, как поднялся Мурат Арамонов. Не дал Араману провести никаких действий. И в итоге еще одна атака в исполнении борца в красном трико. И со счетом 9-1 победу в этой складке одерживает Мурат Арамонов. И в очередной раз в своей спортивной карьере завоевывает звание чемпиона Компийской Республики. С чем мы его и поздравляем. Мурат Арамон. Мурат Арамонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Мы желаем нашим спортсменам дальнейших успехов, а сегодня у нас в гостях тренер Республиканского спортивного колледжа имени Ширеллы Садыкова, заслуженный тренер Кыргызской Республики, личный тренер серебряных призеров Олимпийских игр Канабека Бегалеева и Акжола Махмудова Мейрамбек Ахметов. Здравствуйте, Мейрамбек. Завершился у нас чемпионат Кыргызской Республики по греко-римской борьбе. Три чемпиона у вас в этот раз. Как оцениваете вообще чемпионат прошедший? Чемпионат, знаете, да, после Олимпийских игр, как бы первый чемпионат, сейчас обновление состава идет, как бы, и, я думаю, уже многие завершили свою карьеру, кто-то, говорю, только начинает. Ну, чемпионат был очень интересный, очень хорошо организован на уровне, и, я думаю, те ребята, которые боролись, у них сейчас есть шанс себя проявить на чемпионате Азии. А как будут определяться спортсмены, которые примут участие в азиатских играх в Китае? В мае, по-моему, в месяц или в июне будет опять кубок страны, где будет уже отбор на азиатские игры. Еще один турнир будет проводиться отборочный. Но еще один такой момент, чемпионат мира, он совпадает с азиатскими играми в одни сроки. В одни сроки почти, там буквально, да, там 3-4 дня разница, поэтому, значит, сильнейшие, я думаю, на азиатские игры поют, а какой-то второй состав. Поет на чемпионат мира. Ну, я думаю, на чемпионат мира не надо всех возить, надо достойных возить, достойных, которые будут действительно показывать хорошую борьбу. Представлять нашу страну на чемпионате мира, это действительно надо завоевать, показать действительно зрелую, хорошую борьбу. А просто ездить и там для опыта, для опыта надо бороться на турнирах, а на чемпионат мира надо ехать и показывать хорошую борьбу. Поэтому там надо смотреть. Полный состав не обязательно вести. Можно там их достойно, где конкуренция есть, провести. В прошлом году, Мирамбек, у вас Акайкад стал бронзовым призером первенства мира по молодежи. Каледин стал серебряным призером чемпионата Азии. Акжол Махмудов стал серебряным призером Олимпийских игр. Что-то вот как-то интересно было на чемпионате республики. Всех вызывали, поздравляли, что-то вас не вызвали. Да, знаете, федерация привыкла, я так считаю, руководство видеть и работать только с главными тренерами, с старшими. Поэтому они как бы больше не знают. А по идее федерация даже не знает, честно говоря, кто работает с ребятами, как работает. Они думают, что сборная только тренера работает, и они как бы никакого отношения к ней имеют, и вот такой подход делают. А должны знать, кто работает и кто тренирует. Это не только меня касается и многих тренеров. Поэтому надо это правильно оценивать, работу тренера. Это личный тренер, это многогранная работа. И у каждого тренера за всю, может, даже свою карьеру тренерскую. Может быть, один ученик будет такой талантливый, который он. И он должен видеть плоды своего труда. Поэтому в федерации это большое, я считаю, обучение. Это неправильно, я думаю. Тогда не нужно заниматься популизмом и только главных отмечать. Это неправильно. Если отмечаете, отмечайте и главных тренеров, и старших тренеров, и личных тренеров. Или никого не отмечать нельзя. Потому что отдаешь парню почти всю жизнь свою, с детства доводишь до высокого мастерства. И самая тяжелая работа же здесь. Довести его до высокого ковра, где он показывает большие результаты. Это любой может быть. Главный тренер, я считаю, это обязанность их. Обязанность, это должность главных тренеров. Это обязанность их. Возить на сборы, на соревнования. А быть личным тренером, это просто рядовой тренером, который плодотворно, каждодневно работает. Это другое. И нельзя их ставить на одну полку. И федерация должна глубже проникать и знать, кто работает, как работает. От этого делать выводы, я считаю. Просто я к этому готов. Знаете, тренерская работа, говорят, неблагодарная. Поэтому я отношусь к этому как бы скептически. Но для будущих, чтобы тренерам делать мотивацию, должны правильно делать мотивацию для тренеров. Мы будем надеяться, что личных тренеров тоже не будут забывать. И, наверное, сейчас очень многие интересуются вопросом. В соцсетях везде сейчас только разговор об одном. Встреча Акжола Махмудова и Романа Власова. Вот сейчас Акжол приехал с Москвы, где был на совместных сборах. Что можете пояснить по этому поводу? Да, меня тоже приглашали. Но в связи с тем, что чемпионат был, я поэтому не мог ребят бросить. И не поехал с Акжолом. Ну, такой сбор, вы знаете, ознакомительный сбор. Немножко как бы себя прощупать, посмотреть. Ну, таких больших секретов я Акжолу говорил, чтобы они показывали. Спарринг, партнеров, ничего не было. Они чисто показательные, в такой манере чисто общей физической подготовки немножко поработали. Ну, это планируем. Предложение мы сначала сами хотели. Но Власов нас опередил, как бы, события. Он, наверное, посмотрел, что у статистики на Олимпиаде, кто был зрелищно бороться. Действительно, кто потенциал большой. Вот Венгер закончил бороться, и получается, Акжол молодой, 22 года, и вторым стал, показал зрелищную борьбу. И ему, как бы, это интересно было. Предложение о нем поступило, мы согласились. И вначале обговаривали с компанией «Биксер», они сказали, что полностью оплатят, гонорар, все. Ну, сейчас федерация выступает, когда там точно не могу сказать, как они, что они будут, как это будет протекать. Ну, планируем на май месяц, где-то в конце, после как раз Ороза Айт, вот это, что все закончилось, и никому не мешать. И будет проходить на стадионе «Спартак». Я думаю, это будет зрелищное, очень важное для Кыргызстана, потому что я думаю, что трибуна будет до отказа забитой. Это, знаете, никогда не проводилось такое шоу, как бы, с одной стороны, как шоу, но, с другой стороны, это действительно будет спортивное, грандиозное событие. И я думаю, будет стадион полный. Спасибо, Мирамбек, то, что пришли. Ну, и в завершении есть вот возможность что-нибудь сказать телезрителям. Нет, мне очень приятно было, когда мы с Акджолом в прошлый чемпионат, знаете, да, он выиграл очень с трудом. Один на один, еще нога в себя не пришла. Да, и мне было очень важно, что в нас верили, что я знаю, что многие не ожидали этой победы, многие не надеялись, потому что Акджола действительно была очень серьезная травма. И после этой травмы он ни одни крупные соревнования не выиграл, везде проигрывал. Тут пятое место, в Стамбуле в последнем турнире он был третьим. И нога еще, она, как бы, на процентах 10 себя не приходила, силу не набрала. Я не знаю, но я уверен, то, что достигли, это благодаря вашей поддержке. Действительно, что вы нас верили, что надеялись, что Акджол покажет и добьется результата. Спасибо вам за поддержку, это очень важно в такой момент, когда нам было очень трудно, поддержали нас. И особенно я благодарен, хочу сказать, и моим друзьям, которые помогли в этот момент, этой компании, Биксер, спортивному клубу Дордой. Ну, конечно, без государственного агентства это тоже ничего не было. Основное, действительно, госагентство. Но и без этих, мои друзья, тоже бы не было этого успеха. Поэтому я хочу поблагодарить их всех. Действительно, то, что я могу сказать вам, была благодарность. И постараемся теперь в Париже порадовать вас еще лучшим результатом. Спасибо вам всем за поддержку. У нас в гостях был тренер Республиканского спортивного колледжа, заслуженный тренер Кыргызской республики, личный тренер серебряных призеров Олимпийских игр, Канадбека Бегалиева и Акджола Махмудова, Мейрамбек Ахметов. Спасибо, что пришли, Мейрамбек. Спасибо, да, вашему каналу. До свидания. На пятом канале будем видеться. До свидания. А сейчас рубрика, в которой мы вас знакомим с новостями Карвин Спорт-клуба. Карвин Спорт-клуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это большая и дружная семья, так как инструкторы и члены клуба принимают участие в различных соревнованиях как внутри клуба, так и за его пределами. Так, инструктор Карвин Спорт-клуба Айжан Кадербекова приняла участие в чемпионате мира по бразильскому джоу-джидзу в столице Российской Федерации в Москве. Айжан Кадербекова является мастером спорта Каргызской Республики по борьбе дзюдо, неоднократной чемпионкой Каргызстана. В соревнованиях приняли участие спортсмены из стран СНГ, а также представители Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии, Бразилии, Турции, Нидерландов и других стран. Причем девушки принимали участие в чемпионате мира впервые. Айжан Кадербекова выступала в весовой категории до 70 кг и завоевала бронзовую медаль. А вот в абсолютной весовой категории, где могли бороться только призеры в своих категориях, Айжан стала победителем турнира. В предварительных схватках она нанесла поражение спортсменкам из России, а в финале одолела представительницу Эквадора и завоевала звание чемпионки мира. Наши поздравления чемпионки. Поздравил Айжан с победой в чемпионате и директор карвин спортклуба Самсон Балян. Самсон Аванесович пожелал ей успехов как на татаме, так и в деле воспитания подрастающего поколения. В общем, добро пожаловать в карвин клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. И новости спорта за прошедшую неделю дополнят наш выпуск. В зале Тайквондо спортивно-развлекательного центра Сан-Сити проходит семинар по этому олимпийскому виду спорта. По приглашению Ассоциации Всемирного Тайквондо Кыргызстана проводит семинар главный тренер сборной Санкт-Петербурга, обладатель четвертого дана, тренер высшей категории Пак Илья Филиппович. В Кыргызстане, ребята, это бойцы, это бойцы, это действительно бойцы, это алмазы, которые не ограненные. Нужно приложить терпение, они терпеливые, они очень умные, они сильные физически и психологически. Поэтому предпосылки все для этого есть. Рецепт простой – объем работы и качество. Качество – это анализ и планирование, объем работы – это работать много. Илья Пак не впервые находится в нашей стране. Уже на протяжении ряда лет он приезжает в Кыргызстан, чтобы поделиться своим огромным опытом. И гостям с берегов Невы у нас очень нравится. Здесь нас гостеприятно встречают, нам создают все условия для работы. Это первое. Второе. Кыргызстан обладает сегодня уникальной возможностью. Это озеро Иссыкуль. Это второе. Третье. Здесь голодные до побед ребята. И четвертое. Здесь тренеры, которые тоже хотят реализоваться. Эти четыре качества, конечно, нас привлекают приезжать сюда. Отметим, что Илья Филиппович является личным тренером бронзового призера Олимпийских игр в Токио Михаила Артамонова. Именно Артамонов завоевал первую для России медаль на Олимпийских играх, чем задал тонус для всей российской команды. Обычно первым тяжело выступать. И как он пойдет? Если он проиграет, настроение всей команды одно. Когда Михаил, слава богу, выиграл бронзовую медаль, мы, конечно, рассчитывали медаль высшего качества, но получилось так. И здесь грех нам жаловаться. Ребята взяли вечером эту медаль, пощупали, посмотрели. И, в частности, олимпийский чемпион Максим Хранцов сказал, что в это время я почувствовал дополнительную энергию. И поэтому, слава богу, это послужило почином. На самом деле, российские тайквондисты к Олимпиаде, к Токио сделали колоссальный объем работы. К сведению на Олимпиаде в Токио, российские тайквондисты, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, заняли первое общекомандное место. Несмотря на это, Илья Пак считает, что у Кыргызстана гораздо больше возможностей для воспитания чемпионов. В Санкт-Петербурге я тренирую больше, ну, не важно сколько, больше 20 лет, с 1994 года. Я вам скажу так, из 100 детей в среднем, которые приходят в тайквондо, до национальной команды дойдут 2-3. В лучшем случае 5, не больше, до национальной команды с Бонроссией. В Кыргызстане умножьте эту цифру на 3. То есть, 3 человек, 15 человек, порядка 15 человек могут достойно представлять свою республику на международном уровне. Просто нужно грамотно работать и много работать. Грамотно и много. По мнению Ильи Филипповича, в этом отличие кыргызстанцев от россиян, которые вместо 10 выбрали бы 5. Причем это независимость от местональности. Здесь тренируются и русские, и кыргызы, и корейцы. Делают, говорят, да. Когда я говорю, у тебя не получится, они говорят, мне назло. Нет, у меня получится. Просто нужно нажать на правильные точки. И когда это правильно подготовить, они смогут раскрыться. У вас ребята очень способные, поэтому я не могу сказать, кто из них. У любого есть шанс. Нужно правильно работать. И много повторяюсь еще раз. Чего я желаю вам. Спасибо. Впереди у Ассоциации Всемирного Тайквондо, который в настоящее время возглавляет Алексей Пак, очень много планов. Уже есть программа сотрудничества со сборной Санкт-Петербурга, приезд которой ожидается в июле месяце. Но в настоящее время идет усиленная работа по подготовке спортсменов к предстоящим азиатским играм, которые пройдут в сентябре текущего года в китайском городе Ханчжоу. Играет музыку. «Зっと готовили поет культуры, вероятен evolves» Опини станет устойчивой безопасности. Субтитры сделал DimaTorzok Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафоров. До свидания, до следующих выходных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА